Алтеслагерь, расположение войсковой части 47-280, 11 сентября 2021 года. Здесь было КПП войсковой части, прямо с жёлтого кирпича магазин Net, а там был гаштет у Марты, прямо дорога к кородрому через ЖД, Каштанина-Лея. Это вот здание, в котором был ранее штаб в войсковой части, затем библиотека и другие службы. Мы на территории. Мы уже все заборим. Здесь забор, огораживающий территорию. Населённого пункта. Развернулись. Вот он забор. Не один раз мы здесь были. Маршрут всем известен. Раз на времена года мы здесь были с вами. И сегодня посмотрим в первые осенние дни. С правой стороны был водоём, небольшой фонтан, декоративный бассейн. Ранее этого не видел здесь бетонные конструкции какие-то. Пасмурно ползем через час, а то и меньше пойти дождь, по прогнозу. Но он уже был. Небольшой очень был. Небольшой. Посему далеко мы никуда не поехали, по этой причине. Поближе здесь. Попробуем сделать видео. Это свиньи. Дикие свиньи. Здесь хорошо себя чувствуют. На территории, поскольку никто их тут не беспокоит и им не мешает. Территория входит в состав заповедника. Это всё поросятки. Здесь накопали. Вот бордюр здесь ещё видно. Часть бордюра. С левой стороны мы бы уже видели композицию скульптурную. Стоял танк. На постаменте. Поскольку до последнего времени это было подразделение танковое. Танковый полк размещался вот здесь. Это всё было. Скульптурная композиция и танк. Вот тут, в этом месте. Мы идём от КПП. Вот можно представить. Это центральная дорога. Ну, что представить? Можно увидеть, как всё зарастает. Это уже немножко листья отлетели. А вот видно капельки дождя. Может быть. Это здание, склады и другие службы размещались. Мастерские. В каждом из них мы побывали. И на велосипеде проедем по этой дороге. По центру. Вот я не переключусь, она понижена. Сейчас мы попробуем это сделать. Такие колючие постарники. Нежевика попадается. Вот ещё и целая совершенно крапива. Жгучая, казалось бы, уже осень. Да, вот он. Сердитая ещё. Проедем. На велосипеде. Да, я упоминал. Танковый полк. Войсковая часть 47-280. До этого подразделения здесь был мотострелковый полк. Ну, поскольку завтра у нас День танкиста, мы здесь сделаем видео на территории танкового полка. Мало что мы увидим, но будем иметь представление. Поздравляю всех танкистов с этим праздником. С Днём танкиста. Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия. Много здесь было танкистов. Как, впрочем, представителей других родов войск. Поехали. Да, завтра это праздник. Ну, поскольку видео будет размещено ближе к вечеру, как раз оно будет в тему. Как я надеюсь. О, какие тормоза. Там мокрые колодки свистят. Вот белый, красный плющ. Уже видно. Краснеет. Там здание мастерских. Арт-мастерских. Тут же столовая с левой стороны сразу. Под одной крышей. Вот ещё один. Одно здание склада. Магазин. С торца столового. С правой стороны уже будет первое здание казармы. Первый по счёту. Здесь вход столовый. Это уже здание малого штаба. с левой стороны. Первая казарма. Здание казармы. Шиповник. Скоро будет совсем спелый. Да. Ну, и дорожка пошла дальше. Мы по дорожке поедем. Это на углу здания малого штаба. Шиповник. Едем оттуда. Вроде хочет солнце пробиться. Дынки оно. Вчера была замечательная солнечная погода, как и впрочем. Поза вчера. Но не может быть постоянно солнечной. Вот здесь здание. Вход в почту. Коммутатор. С левой стороны мелькает здание общежития где гостиница. Ну, мы едем. Вот эти вот белые уже цвета. Соцветия. Где плоды. Это уже снежная ягода начинает плоды появляться. Вот они. Снежная ягода. Многое тут заросли целы. С левой стороны начинается уже клуб. Почему? Подскажу. Я уверен. Многие знают. Но многие не знают и не узнают, поскольку заросли. Вот он, гриб. Зонтик пестрый. Все на дороге. Здесь мы насколько знаем здесь каменная мостовая булыжником выложена. Нашел возможность гриб тут появиться. это второе здание. Казармы. Там уже войсковая часть через тот забор был. И там войсковая часть 60 413 артполк. Тут же их столовая. А в эту сторону это уже клуб. Вот он мелькает. Дальше будет казарма саперов и связистов. С левой стороны. А еще дальше, левее, там уже будет плац войсковая часть 47 280. Чуть правее стадион плавательный пассейн. вот здесь здание казармы саперов и связистов. Чуть дальше казарма Ремроты. Прямо на плац выйдем. А еще дальше выйдем на техпарк. А еще дальше расположение войсковой части 75 244. Пройдем мы следую часть. Дальше будут уже расклады войсковые части 0 50 28 56 и 0 10 10. Ну дальше уже будет Райбрицын. Все рассказал. По-моему это будет посмотрим. По-моему это боярышник. Здесь присматривается вот это боярышник. не очень крупный плоды не крупные но они есть. Вот плоды боярышника. Это на углу здания казармы Ремроты и Слизистов. Ну это вот клуб. дергается у него строй что. Да времени не сказал без 20 11 к обеду дождь должен быть но мы успеем надеемся приехать здесь. Дорожка охрана здесь накатывает. это третье по счету здание казармы. Сейчас будет тут штаб здания штаба с левой стороны. Все работы по сносу приостановлены. Ничего сейчас тут не сносится. А мы проехали уже. Вот здание штаба. Подойдем немного к ним. Велосипед встанет. Это никак не устанавливается. Встал велосипед. Подойдем. Вот тут вход должен был быть. Да вот он мы видим. во всех помещениях штаба мы были подвальные чердачные а тут тоже свинет найдились. Вот но в правую сторону там уже будет летний кинотеатр висеин плавательный мы развернулись выходим и едем дальше. За бортом сейчас то есть на улице градусов наверное 20 температуры. да 20 градусов тепла очень хороший свежий воздух ароматы всякие лесные если не встречать эти объекты вот это четвертое здание пожарное не встречать если эти объекты казармы не подумаю что мы едем по военному городку лес и лес таблички мы встречаем указывающие что запрещено фирботен ахтунг пятое по счету здание казармы где-то поворот будет в сторону бассейна налево 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 потом шестое крайнее здание с правой стороны но с левой стороны будет здание санчастки коробка из-под промок цинк да вот сюда влево на бассейн бассейн стадион фтехпарк все туда шестое здание вот оно во всей красе она больше всех попадает у нас кадр больше всех она так как бы сказать фотогеничны не так оно взросло от главной дороги ну прямо уже на выход на выход с расположения войсковой части там стелла будет стоять стелла и торбул 2 туда мы не поедем там сложно проползти и нет необходимости вот тут на дороге прям вырос куст шиповника с левой стороны будет здание санчасти это вот здание которое шестое крайне казарма чайная с левой стороны будет вон трубы торчат просматриваются казарма это шестое здание казарма в первых наших видеороликах хорошо еще все это было видно все эти объекты не так были заросшие как сейчас ну вот мы можем сравнить сегодня 11 сентября 2021 год так если пойдем прямо и налево можно войти в эти здания в это здание оба подъезда мы они открыты поскольку мы там были и пойдем разворачиваемся и уезжаем давайте к бассейну подъедем туда к стадиону попробуем проехать раз мы к санчасти не едем а время у нас тут по-моему и есть еще у нас минут 10 есть да прямо КПП КТП или КПП ведущая на полигон у него нет конечно но есть там Стелла и Турбак 2 пожирнулись в бассейну поедем вот прямо и будет бассейн прямо немножко левее крапива какая сердитая по рукам хвистнула ленка первое наше посещение здесь была хорошая дорога без проблем можно было проезжать хорошо все было видно чего не скажешь в теперешнее время вот кое-как добрались мы сюда добрались бассейн вот он хорошо что мы у нас имеются фотографии мы успели сделать фото перед сносом перед сносом многих объектов и в том числе перед сносом бассейн не помню видео по-моему нас нет это вот подечка есть бассейн быстро тоже все зарастает это плавательный бассейн тут стояла вышка по прыжкам на прыжков воду мало воды совсем было до краев не так давно весной дождей было мало да вышка тумбы для прыжков они все однотипные эти бассейны такой же Нойслагер такой же Форцина встречал фортбригаде здесь такой же встречал бассейн Нойхайм ну какие запахи дыхальный переход да за спиной бассейн с левой стороны стадион вот туда стадион дальше техпарк вот он тут ориентируем велосипед велосипед вот здесь в жарошлях бассейн и так стадион туда еще левее вон там как раз палацей будет стройник у нас хоть какой-то ориентир еще есть можно ориентироваться вот например по этому бассейну по каким-то казармам можно ориентироваться вспомнить в некоторых местах уже этого никаких объектов нет в других городках и невозможно сориентироваться вот стадион ветроэлектрогенератор на территории войсковой части 75-244 и он не один там их достаточно много и техпарк сразу был ну вот примерно и все велосипеды уезжаем это мы были на территории войсковой части 47-280 до последнего времени это здесь дислоцировался танковый полк ну до вывода тут дорога была даже направления никакого не видно просто немножко вот как бы низинка вот эта вся дорога велосипед мы уже видим поэтому ориентируемся справа бассейн ну а прямо ряд казарм налево направо направо пойдем на КПП основной и выйдем ну налево на полевой ну и завершаем еще раз поздравляю всех танкистов участников групп с кем мы сотрудничаем с Днем Танкиста также поздравляю также поздравляю своих подписчиков на моем канале Ютуб с этим замечательным днем желаю крепкого здоровья счастья благополучия а кроме этого поздравляю всех танкистов группы советских войск кто проходил здесь воинскую службу и также всех танкистов Советского Союза да всем все доброе до свидания до новых встреч за субтитры Алексею Дубровскому